Спасибо вам за такой теплый прием и спасибо организаторам семинара за ту честь, которую нам сегодня предоставили здесь, для того, чтобы поделиться с вами нашей историей успеха. И прежде вас поприветствует Олег. Доброе утро! Доброе утро, страна Россия! Доброе утро, наш земной шар! Поэтому сегодня символ, который есть у нас здесь, это земля наша, символизирует то, что этот продукт, наша компания работает во всем мире. Как ни крути земной шар, везде есть люди, которые пользуются этим продуктом. Как сегодня Иоскор сказал, мы рано утром чистим зубы, кусочек мыла берем и даже шампунь и так далее. Мы с Олей обычный деревенский мальчик с девочкой были, которые жили 150 километров от Красноярска. Выросли, я был в деревне, в которой совхоз то время назывался. Оля жила в поселок, он назывался лесопромхоз, то есть они занимались лесом, а наша деревня занималась сельским хозяйством. У меня родители были немножко отец, как бы технический работник, но у него очень много профессий было, и он много что в жизни пробовал, и у него была мечта быть как бы радиотехником. И когда в деревне появилась станция телевизионная передающая, то есть он с семью классами образования разбирался и был даже как бы начальник этого участка. И я как бы по стопам своего отца хотел тоже вначале, не хотел быть, как бы по стопам своего отца идти и хотел пойти как по стопам своего брата старшего. Он, мой брат, связал свою судьбу с армией, и он пошел в военное училище. Но когда он уже год отслужил в училище военном, я подумал, что для меня армия как-то это не очень. Ну, в армии два года, как все мальчишки после школы служили, я отслужил. И я тогда свою судьбу связал с радиотехникой и пошел в институт, не хотел быть в деревне или в колхозе, была мечта куда-то разобраться, поехать в большой город. Но нас в большом городе никто никогда не ждал, и пришел в институт, и меня там тоже не приняли, говорят, мало баллов тогда набрал. Сейчас мы можем баллы в течение месяца аккумулировать, и по итогам месяца мы за эти баллы получаем вознаграждение. В то время тоже были баллы, но баллы за знания, за те знания, которые мы сдавали на экзаменах. И после того, как я не поступил, я устроился работать к отцу на работу, но тогда можно устроиться, когда тебе только будет 18. И я всего проработал буквально 3-4 месяца, и пошли мы в армию. После армии опять я вернулся, и опять была мечта продолжить судьбу свою связать с радиотехникой. И опять пошел я поступать в институт, ну и опять как-то немножко расслабился, и мало подготовился, и опять не хватило балла. Тогда я решил, что я буду работать, и на вечернем факультете буду изучать азы радиотехники. И так у нас все произошло в жизни, что мы с Олей знакомы с 9 класса, и мы дружили, когда ушли в армию, мы переписывались очень много, и письма, которые нам присылали, были письма наших девчонок, и мы, и немного, конечно, письма были наших родителей. После армии, когда мы жили в городе, снимали квартиру, то есть мы поженились довольно рано, и у нас быстро, можно сказать, появились дети, погодки, мальчики, девочка. И когда у нас, получается, такие условия не очень комфортные, когда у нас нет жилья, нет достойного вознаграждения, тогда мы ищем какие-то пути своего решения, и в поисках какой-то работы, в поисках жилья мы решаем, что мы поедем на север, и это в то время, когда 30 лет назад мы говорили, что поедем на север, потому что там мы знали, что вознаграждение или зарплаты выше, чем на материке, но многие нам отговаривали и говорили, что как вы поедете с маленькими грудными детьми, то есть мы когда поехали, нашим детям было всего 2,1 год, говорили, что там очень холодно. Да, там очень холодно 9 месяцев, а 3 месяца очень холодно, поэтому все равно там люди живут, и мы там прожили 6 лет, и в то время, когда мы там жили, мы брали любую работу, возможность, у нас была мечта, потому что мы не хотели жизнь свою связать с тем климатом суровым. Да, он прекрасен север, но жизнь, на всю жизнь, там 25-30 лет жить, это очень тяжело, и мы за 6 лет, была мечта, и мы построили квартиру в Красноярске и переехали обратно в большую 4-комнатную квартиру. Для нас это была очень большая мечта, когда мы имеем свою собственную большую просторную семью, квартиру. В городе опять мы когда приехали, у нас никто там не ждал, и в то время, 90-е годы, все знаете, прекрасно, это перестройки, инфляция, когда каждый месяц ты получаешь какие-то деньги, а через месяц они просто тают, когда инфляция каждый месяц растут там сотни процентов, тоже ищем какие-то возможности, пути, чтобы содержать свою семью, реализовать какие-то мечты, свои желания, поэтому пробуем себя в разных направлениях. Но я также работал по направлению радиотехники, и в свободное время, когда удавалось, я старался в семейный бюджет принести какие-то деньги, потому что я как радиотехник, мне не составляло труда что-то подчинить и за это получить вознаграждение. То есть люди, когда мы решаем их проблему, они готовы радостью вас благодарить, и благодарить именно финансово, потому что вы решили их проблему. С помощью компании Amway у нас спектр продуктов очень большой, и мы очень много можем проблем решить чужих людей, которые будут благодарны, потому что этот продукт помогает очень многим решать именно их проблемы. Работа мне очень нравилась как радиотехника, потому что в радиотехнике очень много интересного, и нужно докопаться, как исправить какой-то прибор или что-то, и мы с работой, я получал большое удовольствие. Оля работала на работе, но ей не нравилось, и всегда, когда мы приходили на ужин, дома собирались за столом с семьей, то есть как-то не очень вдохновленно Оля рассказывала о своей работе и хотела, тогда мы принимаем решение, что лучше, самое правильное будет решение, когда мама или жена будет находиться с детьми. Я говорю, мы лучше затянем немножко поездки, что-то в семейном бюджете сократим расходы, но лучше посвятить это время своим детям, а я еще где-то можем подработать, либо будем искать какие-то возможности, которым мы можем пополнить свой семейный бюджет. И вот так в 95-м году Оля остается дома с детьми, и когда у нас спрашивают наши друзья-знакомые, что такое переходный возраст, какие проблемы у вас с детьми бывают, мы даже удивляемся, что за вопросы нам ставят, и мы иногда думаем, может, мы неправильно со своими детьми поступали, у нас не было таких проблем, потому что мы с детьми находили общий язык, и они всегда были с нами, и любое поручение, либо ответственность, которую мы возлагаем на своих младшее поколение, и чем раньше мы даем ответственность им, они более быстрее становятся на ноги, и более крепкие люди всегда вырастают. И самое главное, никогда не бойтесь брать ответственность за свою жизнь, которая нам дала эта жизнь, и каждое решение, которое вы примете сегодня, завтра, или тот, кто только новенький, пришел в этот зал и что-то услышал лично для себя, если это ваше тронуло, что вы чувствуете, что это ваше, значит, вы сами себе скажете, что это мое, и я верю в это, что это будет. Даже пускай, если весь вам зал скажет нет, но вы сами себе сказали да, вы будете функционировать. Один человек вам сказал да, это вы сами себе. Если один человек есть такой, сказал который да, значит, вокруг нашей земли будет второй человек, который вам скажет да. И не надо рано бросать то, что вы сказали да. Никогда не поздно начать, и самое важное, рано это бросить, сказать нет. Так как в нашей природе происходит, мы всегда видим окружение наше, всегда есть в природе те вещи, которые, к примеру, большое дерево и маленькое, они вместе с собой не конфликтуют, их живут, и у каждого есть мечта вырастить до стройного кипариса, либо есть карликовое дерево, они по-своему сами по себе красивые. Но когда в мире людей происходит того, когда мы говорим друг другу, или кто-то нам говорит, что это у тебя не получится, мы почему-то слушаем чужое мнение, и самое главное у нас появляется страх что-то новое начинать. Никогда не бойтесь начинать что-то новое. Прежде чем сказать нет, надо просто это попробовать. Если это у вас получилось всего один раз, значит, у вас получится сотни раз и тысячи раз. Соответственно, в вашей команде будут люди просто приумножаться, и как сегодня Йоски сказал, что в его команде сто тысяч партнеров НПА, то есть это просто заслуживает, наверное, очень больших аплодисментов. И перед нами выступал такой человек, что это очень... Я хочу пожелать каждому из вас, что верить только себе, и только ваша вера, которую вы в себе будете нести, только ваша вера будет вас двигать вперед. Не слушайте никого, кто вам может сказать, что нет, что это не получится. Главное вера самого в себя. И ваши мечты, ваша мотивация, которая вас подвигла в этот зал приехать из Дальнего Востока, из Юга, из других стран. И когда этот мотив будет на пределе, когда вас будет двигаться, тогда у вас все это получится, и как можно быстрее вы подниметесь по этим ступенькам, и потом вас подхватит просто скоростной лифт. Я вам желаю отличного семинара, эти еще два дня провести вместе с нами, и получить массу не только знаний, а массу положительных эмоций, которые мы нигде в другом мире не можем это получить. Потому что здесь собрались единые духом люди, открытым сердцем, открытой душой, которые готовы с вами поделиться самым сокровенным. Иногда даже в других местах, наверное, никто сокровенным не делится, как в нашем обществе, таких свободных людей, которые хотят изменить немножко нашу жизнь. Я передаю слово своей жене, потому что очень большая заслуга, то, что я здесь вместе с Олей, это, конечно, заслуга моей жены. Потому что она первая начала и никогда не сказала, что это не получится. Спасибо. Спасибо Олегу. Вы знаете, вот стояла бы и слушала. Вы знаете, когда Олег впервые взял микрофон в руки, мы проводили свой первый семинар, когда закрыли уровень золота, и у него микрофон вот так вот ходил. Я думала, что после первого семинара у него уже не будет зубов. Когда мы проводили просто школу, и на самом деле начинала этот бизнес я, но Олег всегда меня поддерживал, он всегда готов был меня привезти, увезти. И мы однажды проводили школу в городе Зеленогорске, в Тосноярском крае. До этого Олег ни разу не стоял на сцене. И вы знаете, я закончила свою речь и вдруг поймала взгляд своего мужа, что он на меня смотрит, и говорю, Олег хочет сказать. И вы знаете, Олегу пришлось выйти, и он от волнения, вот знаете, опять же, он очень волновался, вообще школа не семинар. И он говорит, когда Оля начала заниматься этим бизнесом, я дома делал все ненужные дела. Женщины, вы теперь понимаете, чем вы всю жизнь занимаетесь? Он так волновался, он хотел сказать домашние дела. И это теперь к нему прилипло на всю жизнь. На самом деле мы очень волнуемся, я тоже волнуюсь. И так, чтобы немножко вас разрядить, я начала с таких шуток. Вы знаете, в этом бизнесе столько историй, их всех не рассказать, и я расскажу несколько, в том числе скажу о себе. И я сейчас сделаю глоток воды. Сделаю. Олег уже сказал, что мы выросли в простой семье, и мои родители, обычные рабочие, они очень много трудились. И вы знаете, мы так были воспитаны, тоже очень много работать. Есть те, кто вырос в деревне, в зале? Отлично. Вы знаете, для того, чтобы зимой кушать, надо посеять. Надо сначала вспахать, потом это все надо собрать. Так вот, все, кто вырос в деревне, на самом деле 100% будут бриллиантами. Вы готовы к этому? Я, как и все, училась в школе, и самый любимый предмет у меня был физкультура. Есть такие в зале? Все другое я не любила, я почему-то не хотела учиться. Вот физкультура, это самое любимое, но я знаю, что очень часто девочки, наоборот, не любят физкультуру. Так вот, сегодня, спустя какое-то время, я понимаю, единственный человек, единственный человек до бизнеса, который всегда верил в меня, это был мой физрук. Он мне всегда говорил, ты пробежишь лучше всех, ты прыгнешь выше всех, ты прыгнешь дальше всех. И вы знаете, знаете, закончив 10-летнюю школу, я была шестикратным чемпионом района. И это только благодаря ему. И это я сегодня анализирую, понимая, что он в меня верил и вселял такую надежду. И второй человек в моей жизни, который верил в меня, это мой спонсор. Он говорил, ты сможешь, ты будешь бриллиантом, ты мой бриллиант. И я думала, господи, ну почему он так говорит? Ну какой я бриллиант? Вы знаете, это оказался второй человек в моей жизни, который верил в меня. Второй человек. Поэтому все, что вам говорит сегодня спонсор, все, что он говорит, верьте, это истинная правда, это 100% правда. Вы все сможете и все сделаете. Закончив школу, даже еще не закончив школу, расскажу такой момент в моей жизни. У нас никогда в городе никого не было, ни друзей, ни знакомых, ни родственников. И однажды мой отец отдыхал по путевке и познакомился с семейной парой из города Красноярска. И после седьмого класса, это было 35 лет назад, девочка из деревни попадает в городскую квартиру. Олег, муж, отец поехал в город и взял меня с собой в город. И я впервые зашла в городскую квартиру. Ну, те, кто жил в деревне, тот понимает, о чем я сейчас говорю. Что я увидела? Я увидела красивую, такую просторную, светлую квартиру, белые косяки, белые там панели. Когда я зашла в ванну, я увидела белый кафель, я увидела белую ванну. Вы знаете, это было 35 лет назад. Когда я зашла в зал этой квартиры, я увидела красную, мягкую импортную мебель. И вот эта картинка, она была передо мной потом всегда. Вот эта картинка моей мечты, ну, я тогда не знала, что это моя мечта. И это было, с одной стороны, это была картинка, а с другой стороны, это была такая детская обида за родителей, которые всегда очень много работали. Они очень много работали, но они не могли себе позволить так жить, как люди, которых я увидела в этой квартире. И после школы мое огромное желание было уехать в город и сразу работать. И я узнала, что мужчина той женщины работал на алюминиевом заводе. Поэтому после школы я не собиралась учиться, я точно знала, я поеду работать на алюминиевый завод для того, чтобы иметь такую квартиру. Но мои родители сказали точно так же, как и все родители в основном, что надо учиться. И я исполняла волю родителей. Родители для нас всегда это святое. И когда я поехала сдавать документы, я поехала как раз в той семейной паре, потому что больше никого не было в городе. И проезжая мимо них, я увидела Красноярский технологический техникум пищевой промышленности. И подумала, как удобно, вот прямо с автовокзала к тете Зое заодно здесь поучусь. И вот так я закончила Красноярский технологический техникум пищевой промышленности. Стала инженером-технологом. По специальности работала ровно полтора года. Потом вышла замуж. Олег уже рассказал, мы очень много лет знакомы. И как Олег всегда говорит, мы очень быстро родили двоих детей. Мы уехали жить на север. За 6 лет, Олег уже сказал, мы купили квартиру. И когда я зашла в эту квартиру, помните ту картинку, которую я увидела впервые? Я увидела только не трехкомнатную квартиру, а четырехкомнатную. Я увидела белые косяки, белые двери, белую ванну. Мы сильно этого хотели. И для этого нам потребовалось 6 лет. 6 лет. Вернувшись с севера, вот я уже сказала вам, что по специальности я работала полтора года, все остальное время я работала начальником отдела выплат страховой компании на севере и потом опять в городе Красноярске. Это та работа, про которую Олег говорил, что я ее не очень-то и любила. На самом деле это так, потому что мне было очень жалко времени, которое там просиживало. Если есть страховые события, есть работа. Нет страхового события, надо сидеть и делать вид, что ты работаешь. И вот это время, оно уходит, а время не вернуть. И было на самом деле очень неприятно. И потом у меня было всегда такое ощущение, что даже если у меня нет работы, то я всегда искала себе работу и помогала всем отделам. И у меня было такое ощущение, что мой начальник, он работает намного меньше, чем я, но получает больше, чем я. Есть такое? Бывает в зале, да? И вы знаете, вот этого я терпеть уже больше не могла. И потом платили очень мало, так мало, что вот эта вот обида детская, помните, что родители не могли себе позволить так жить, но они очень много работали. Они работали в холод, в жару, в снег, в дождь. Они все время работали под открытым небом. И вот это вот желание не только самой жить в хорошей квартире, но и помочь родителям все-таки заставило меня принять решение и уволиться с работы. В 96-м году я уволилась с работы. Я себя искала 5 лет. Я, ну как искала? Я понимала, что надо свое, надо какое-то дело, но у нас не было денег, у нас не было специального образования. Не было, может быть, смелости, да, там взять кредит какой-то в банке и начать какое-то свое дело. И я рассматривала любую возможность и не исключала сетевой бизнес. Я ходила на всевозможные встречи, на всевозможные презентации. И однажды прочитала, читала, не только телевизор смотрела, еще скажу тем, кто смотрит телевизор, вы знаете, я 5 лет сидела дома, я готовила первое, второе, третье, я вытирала пыль, я делала все, но только ничего в нашей жизни не менялось. Я смотрела по 15 телесериалов в день, я смотрела за красивой жизнью на диване, сидя на диване, с экрана. И вы знаете, до тех пор, пока мы будем смотреть за такой красивой жизнью с экрана телевизора, мы никогда такой жизнью жить не будем. И однажды, сидя и смотря какой-то сериал очередной, я поняла, что я рву сердце, они там друг друга найти не могут, разродиться не могут, а я за них переживаю. И вы знаете, как рукой сняло однажды, однажды это пришло, и я перестала смотреть сериалы. Смотрела только новости, потом затонула лодка курс, помните? С тех пор я не смотрю даже новости. Я 3 дня сидела, ждала, когда этих ребят спасут, и теперь я понимаю, это было правильное решение. Сколько лет назад лодка курс затонула? Больше 10 лет? Вот столько лет я не смотрю телевизор. И вот ровно столько лет я строю бизнес Amway. Читая литературу, я прочитала, что есть компания Amway, есть замечательный продукт. Обратилась к своему знакомому, который часто летал в Европу. И однажды он приехал и сказал, вот человек, который занимается бизнесом, который ты ищешь. Ко мне прилетел наш спонсор, потом уже наш спонсор, Ханс Пецель. Это человек, который живет в Берлине, говорит на немецком языке. Это удивительная семейная пара, Ханс и Кристина Пецель. Я буду всегда им благодарна за ту возможность, которую они мне предоставили. Вы знаете, он прилетел и показал мне эту возможность. И я еще не знала, что это то, что я ищу. И ведь когда я увольнялась с работы, я понимала, я хочу купить маме квартиру, я хочу, чтобы она жила в городе. И вы знаете, когда я уволилась, мне мама говорила так, какой плохой пример ты детям показываешь. Они же нас все время воспитывали, что надо очень много работать, очень много трудиться. Она мне говорила, что у тебя нет записи в трудовой, как ты будешь получать пенсию. Но если бы я ей сказала, что я уволилась из-за нее, чтобы купить ей квартиру, я, наверное, не знаю, что бы тогда было со мной и с моей мамой. И все-таки вот этот спонсор, продукт, и я вижу продукт и влюбляюсь в него. Но когда мне рисуют кружочки, я в это не верю. И получив результат от продукта, я начала говорить с восторгом о продукте, и у меня очень быстро пошел бизнес. Через 4 месяца спонсор прилетел и улетел. У меня было два варианта. Первый вариант, как делают очень многие, к сожалению, но, надеюсь, не те, кто сидят в этом зале. Первый вариант – ждать, когда он приедет во второй раз. И второй вариант – начать действовать самой. И я начала действовать с восторгом, говорить об этом продукте. И через 4 месяца, ничего не зная, сделав все ошибки, абсолютно все, у меня был уровень 15%. Вам там в зале жарко? А здесь очень. Когда я уволилась, и когда я начала заниматься этим бизнесом, когда я говорила, что это работает, мне никто не верил, мы все покупали продукцию, у меня было очень много продаж. Мне мои знакомые говорили, куда ты лезешь, это бизнес для богатых. Мне мой брат говорил, кто у тебя будет покупать этот продукт? Он таких денег стоит. Меня все отговаривали, чтобы я этим не занималась. Абсолютно все. Мне говорили, что ту квартиру, которую вы заработали на севере, вы лишитесь и того. Лучше оставьте. Вы знаете, когда я показывала своим друзьям зубную пасту, они мне говорили, ну давай так и быть, мы у тебя купим, они меня жалели. Теперь, когда они звонят, наши дети говорят, мамы нет, она в Италии, мамы нет, она на Гавайях, мамы нет. И потом, когда они звонят, я беру трубочку, они говорят, Василия, а ты чем занялась? Я говорю, приходи, расскажу. Они приходят, я показываю им пасту, они говорят, ну надо же, на зубной пасте раскрутилась. Вы знаете, мне постоянно звонил спонсор, и он постоянно мне говорил, надо ехать на семинар, надо ехать на семинар, и я ему очень благодарна за это. Я ему очень благодарна за то, что он не считал, что между нами 6 тысяч километров. Я ему благодарна за то, что он не считал, сколько денег мне это будет стоить. И однажды все-таки мы приняли решение, и я поехала на семинар, хотя деньги мне нужны были совершенно для другого, и вы помните для чего. И вы знаете, вот этот семинар, он перевернул абсолютно все в моей жизни. Я не знаю, сколько бы лет я потом еще на 15% сидела, много продавая, и очень много спонсируя. Кстати, в первый месяц, в первый месяц в этом бизнесе я провела 70 презентаций. Я провела 70 презентаций. Это у меня был такой восторг от продукта, но я всем говорила, что это еще и бизнес, это работает. И вы знаете, 68 человек мне сказали нет. 68 нет, и только последние двое сказали да. Скажите, я могла бросить этот бизнес? После третьего нет, после тринадцатого нет, после двадцатого нет. Конечно, могла. 68 нет, и два да. Я в первый месяц нашла двух лидеров. Это две самые сильные организации в нашей организации. Но я могла рано остановиться то, о чем говорил сейчас Олег. Я могла остановиться и не иметь этого результата. И вы знаете, когда я приехала на свой первый семинар, когда он закончился, вот я еще не была тогда бриллиантом, но мне повезло, я была в обучающем центре Макса и Марианы Шварц, и там все, неважно какого ты уровня, сидят за столами, как изумруды. И вы знаете, когда закончился семинар, я упала на этот стол, и я рыдала. Я рыдала не от того, что там выступали бриллианты, и они зарабатывают много денег. Я рыдала от того, какой шанс предоставился мне. Мне, ну может быть, во всей нашей семье именно изменить абсолютно все. Я просто плакала от счастья. И я понимала, что да, вот теперь меня точно не свернуть с этого пути. И когда я приехала домой, через 4 месяца у нас уже был 21%. Но прежде еще скажу, вы знаете, когда я приехала домой, я не знала, как я там, что от меня исходило, вот я хочу, чтобы от вас было то же самое. И муж, с которым мы много лет дружили, потом вот уже много лет жили, вы знаете, когда я открыла дверь и зашла в дом, он мне сказал, ты где была? Я говорю, на семинаре? Он говорит, с семинара такими счастливыми не возвращаются. Пусть то же самое произойдет и с вами. Я написала свои мечты на семинаре. Я написала мечты и ровно через 2 года все, что я тогда сумела написать, разрешить себе написать, ровно через 2 года я это уже имела. Через 2 года мы купили маме квартиру. Мы купили квартиру свекрови, мы никогда не мечтали, я никогда не мечтала купить квартиру свекрови. Когда мы покупали квартиру свекрови, Олег еще ходил на работу. И покупали мы на деньги, которые мы заработали в бизнесе Аумвей. И вы знаете, моя мама не переехала жить в город. Она не переезжала, а свекровь переехала сразу, пока невестка не передумала. Потом мы купили квартиру сыну и дочери, и моя мама переехала в город. Я говорю, мама, скажите, Честно, почему не переезжала? Она говорит, я не могла понять, откуда у тебя деньги. Я думала, у тебя заберут квартиру. А когда ты купила уже несколько, я подумала, все в раз не заберут. Когда открылся рынок в России 15 марта 2005 года, я была в Москве. И вы знаете, когда я вернулась домой, я попросила, чтобы сын привез маму на школу. Ну, был небольшой зал, человек 50, это те, кто заключил договор в момент старта, которые уже более-менее были активные. И сын привез мою маму. Я хотела, чтобы она увидела, где я работаю. И вы знаете, мама побыла, потом сын ее увез. И когда мы вечером к ней приехали, она была очень задумчивая. И я говорю, мам, ну что, как тебе моя работа? А что за работа у дочери была? Дочь стояла перед аудиторией и что-то рассказывала. И вы знаете, она помолчала, а потом говорит, готовы? Она говорит, у тебя народу, как в леспромхозе. Она никогда не была юмористкой. Вы знаете, я успела осуществить свою мечту. Я успела осуществить свою мечту, то, о чем вчера говорил Йоски Хамамото. Он сказал, мы не знаем, кому сколько лет осталось, или как много мы проживем. И давайте сегодня воспользуемся этим шансом. Я успела осуществить свою мечту. Моей мамы нет два года. Успеете ли вы? Построите ли вы этот бизнес? Будете ли вы помогать себе, своим родителям? Или каким-то близким людям? Я вам от всей души желаю принять решение. Идти только вперед. И никогда не сдаваться. Будьте бриллиантами. Спасибо.